В начале 70-х в ростовской газете Молот вышла статья о передовом колхозе имени Максима Горького. Там было интервью и фотография главного агронома Василия Мелешко. Газета разошлась большими тиражами, ее читали далеко за пределами области. Агроном стал знаменитым. Пройдет совсем немного времени и Василия Мелешко настигнет совсем другая слава – предателя родины и жестокого убийцы. Василий Мелешко гордился своими достижениями. Еще бы он любил быть первым во всем. Но удача его оставит. Василий Мелешко родился в 1917 году в селе Нижние Серогозы Херсонской области. После школы Мелешко окончил сельскохозяйственный техникум по специальности агроном. В 1938 году поступил на службу в Красную армию. В 1940 году Мелешко окончил курс пехотного училища в Киеве. Получил звание лейтенанта. Является членом ВЛКСМ с 1939 года. Простой советский украинский хлопец. Агроном по профилю. Потом курсы военного училища. Потом командовал взводом пулеметным. Вот в этом звании его застала война. Обыкновенный простой человек. В начале Великой Отечественной войны Василий Мелешко командовал взводом 140-го пулеметного батальона. В первый же день войны взвод попал в окружение. В сентября 1941-го Мелешко отчислился в пропавшем без вести. Позже станет известно, что он попал в лагерь Хамельбург. Там содержались и генералы Красной армии, командиры дивизий, бригад. Некоторые из них пошли на сотрудничество с нацистами. Несколько человек из этого ряда в 1946 году были повешены на Красной площади за измену. За весь период существования лагеря в нем побывало порядка 18 тысяч человек. Одним из них оказался и Василий Мелешко. В отношении военнопленных нацисты не соблюдали никаких международных соглашений. Отправляли на тяжелые работы, каменоломни, расчистку завалов. Военнопленные Красной армии для них, для расы белых господ, это унтерменши, в отношении которых допустимо делать все, что только заблагорассудится или заблаговолится коменданту лагеря или охране. Поэтому прав никаких. В общем-то, кормежка тоже ничтожно малая. Да и даже то малое количество, которое им давали, больше походило на эрзац с добавлениями различных малосъедобных примесей, как опилок, мясо сдохших лошадей или других животных. Военнопленных просто методично уничтожали, как отработанный материал. Пока могли работать, работали. По мере износа они из моих просто утилизировали. Лагеря для военнопленных были инструментом геноцида советского народа. Люди стояли перед выбором – умереть или перейти на сторону оккупантов. Многие выбирали путь чести и, в общем-то, исполнения своего воинского долга. И за это платили своими жизнями, но, так скажем, не изменяли ни Родине, ни чести, ни долгу, ни самим себе. Поэтому выбор, да, выбор крайне сложный. Это очень тяжело. Сегодня, когда в мирное время мы об этом говорим, мы ведь не испытываем того ужаса, который испытывали те люди. Людей, которые внешне соглашались служить оккупантам, но в душе, так скажем, лелеяли надежду при первом удобном случае, в общем-то, перейти либо к партизанам, либо, если тебя забрасывают как агента Абвара или СД за линию фронта, то сдаться, ну, то есть прийти в ближайшую воинскую часть или в органы НКВД и, значит, сделать явку с повинной. Самый известный пример – это Александр Козлов. Начальник разведки полка попал в плен раненым летом 42-го. Он согласился сотрудничать с немецкой разведкой. За фронтовой агент СМЕРШа за годы войны собрал данные более чем сотни врагов, а некоторых завербовал. Есть и другие примеры. Фелькот тоже украинец, который точно так же оказался в плену. Боевые действия шли уже на территории Орловской области современной. Вот. Он оказался в плену. Находясь в плену, согласился сотрудничать с оккупантами. Был зачислен в батальон «Днепр», который дислоцировался в Бобруйске. Вот. Поскольку Фелькот был чекистом, в общем-то, о чем он не рассказывал, разумеется, да, он был сотрудником военной контрразведки в танковой дивизии, в 25-й танковой дивизии. И он завербовал ряд добровольцев из числа вот этих днепровцев. И при первом удобном случае с боем они перешли к партизанам. Впоследствии он стал заместителем командира бригады партизанской по разведке и контрразведке. Василий Мелешко решил спастись любой ценой. Рисковать с собой не хотел и согласился сотрудничать с фашистами. Он добровольно высказал желание сотрудничать. И он проходил подготовку по полному, что называется, стандарту. Это было обучение его как украинского националиста. Основоположником украинского интегрального целостного национализма является Дмитрий Донцов. В 20-х годах 20-го века он сформулировал идею «сведомых украинцев». Это группа людей, которая должна повести за собой народ. Верил в иерархию господствующих и плебейских наций. Выступал против сотрудничества с Россией. Поддерживал модель фашистских диктатур. Немцы очень четко понимали, кто такие украинцы, кто такие русские, кто такие белорусы. Казахи, киргизы, калмыки, дагестанцы. И они отлично знали историю и практику национализмов каждого из народов Советского Союза, каждой титульной нации. Украинцы были на особым счету, потому что украинское национальное движение в годы гражданской войны, украинский национализм показал колоссальный потенциал. И поэтому Розенберг вообще считал, что на украину, на украинцев, на украинский национализм нужно делать особую ставку. В 1942-м началась кровавая служба «Мелешка» в 118-м охранном батальоне, в первой элитной роте. Он был цуфюрером. Первая рота – это Буковинский курень. Там были националисты украинские из Буковинского курения. Я не могу сказать, какое их количество там было. И эта рота наиболее преданно служила Третьему Рейху. То есть, как говорят, не так страшен царь, как псарь. Так вот, они были псарями, которые безжалостно уничтожали все. То есть в этом плане они отличались. Для «Мелешка» не существовало этических норм, ограничений никаких не существовало. Вот эта рота вообще, она была маниакально настроена на эту кровь, на уничтожение. Пограбить, убить, изнасиловать – это было характерно, в принципе, как для его, так и для его сослуживцев, и для его подчиненных. Они не останавливались ни перед чем. Буковинский курень – крупное полувоенное формирование украинских националистов. Просуществовало недолго. Поклонников идеи независимой Украины репрессировали гестапо. Остальных зачислили в 118-й батальон «Шуцманшафта» – коллаборационистское подразделение вспомогательной охранной полиции. Батальон перебросили в Беларусь осенью 42-го. Немецким шефом был майор Эрих Кёрнер. На такие должности представителей другой национальности не назначали. Дублером командира был бывший майор польской армии Константин Смовский. Начальником штаба – бывший старший лейтенант Красной армии Григорий Васюра. Карательные операции начались очень быстро – 6 января 1943-го. Жители села Деревень помогали партизанам. За это поплатились жизнями. Первые люди убиты на белорусской земле в ходе карательных операций. Это Вагойский район, это Чмелевичи деревня, где Мелешка и распоряжался убивать людей, и сжечь их по стройке, и лично сам стрелял. Но это лиха беда была начала. Мелешка отличался своим усердием, отличался, скажем так, кровавой старательностью. И в этом плане он, как каратель, был на очень хорошем счету. Он любил лично убивать. Приводят случаи, когда он часто стрелял из своей винтовки по людям, когда он отдавал очень жестокие приказы, вот, и в целом, как бы, он принимал активное очень участие. Сами люди говорили, что вот он действительно обладал такой жестокостью. Подобных операций были десятки, а то и сотни. Крупных и мелких. Котбус, Герман, Хорнунг. Это все часть политики выжженной земли. Согласно плану ОСТ, должно было остаться в живых только 25% анимеченных славян. Остальных нужно было выселить, имелось в виду уничтожить. Из протокола допроса номер 65 от 25 апреля 1974 года рядового 118 батальона шуцмандшафта Григория Спивака. Вообще, первая рота у нас была самая жестокая и преданная немцам. Большинство, если не все, составляли в ней националисты из Западной Украины. Особенно ударным был взвод «Мелешка». Все, кто его видел, отвечали, что в нем было что-то волчье. Даже во взгляде, во взгляде, в антропометрии лба, в ухватках. Если говорить о том, что открылось в нем в ходе войны и карательных операций, маниакальный садист, человек, который сходил с ума от крови, безнаказанности, возможности убивать и насиловать безнаказанности. Самое громкое преступление 118-го охранного батальона – уничтожение деревни Хатынь вместе с ее жителями. 22 марта 1943 года колонну машин-карателей в районе Плещениц обстреляли партизаны. Погиб Ханс Вельке, шеф-командир 1-й роты 118-го батальона, олимпийский чемпион 1936 года по толканию ядра. Первыми жертвами карателей стали мирные жители деревни Козыри, которые валили лес неподалеку. Затем полицейские и эсэсовцы отправились по следам партизан – в Хатынь. Что произошло дальше, знает сегодня каждый школьник. Позже многие историки напишут, что так каратели отомстили за смерть Вельке, который был лично знаком с Гитлером. С этой версией согласны не все. Я бы не сказал, что он был там любимцем Гитлера и что за него кто-то вымстил. Будь там на его месте другой офицер, поступили бы точно так же. В общем-то, странно, что любимец Гитлера находился не во Франции, служил, а служил здесь у нас в Беларуси. Это был наименее безопасный регион. В машине с Вельке был и Мелешко. Во время перестрелки он получил легкое ранение в области уха. Много лет спустя на суде он будет утверждать, что такого не было, ведь шрама не осталось. Да и вообще, в Беларуси он служил в охране железнодорожных путей. Но свидетели расскажут о палаче всю правду. Когда горел сарай этот страшный в Хатвине, и сохранились показания. Лежал за станковым пулеметом Катрюк, из которого тоже ангела украинского национального делали, и расстреливал людей из пулемета. И вот, а они вот офицеры, Мелешко, Васюра, немец этот стоял, Смолский, они стояли где-то в 150-100 метрах тоже от этого горящего сарая, И выскочил ребенок. Ребенок, который уже не мог жить. Он был объят пламя, он горел. Какая классная, по их понятиям, движущаяся мишень. И они стреляли, и с Вальтеров, и Парабеллумов, на спор, кто первый убьет этого ребенка. Когда Мелешко понял, что Гитлер обречен, он уговорил товарищей по оружию перейти на сторону союзников. Они массово дезертировали и стали воевать на стороне французских партизан. И потом, вот эти бывшие каратели, подчинявшиеся в том числе законам СС, и подчинявшиеся непосредственно до этого, все они, бывшие ССовцы, одели французскую форму, и весь этот батальон вошел в состав французского легиона. Они поехали воевать в Северную Африку. Французский легион – это идеальное место, где можно было спрятаться всем. И очень много кровавых убийц, карателей, всех мастей, которые служили в СС, в Вермахте, для того, чтобы избежать заслуженного наказания, подавали заявки во французский легион. Все начинается с белого листа, твой паспорт забыт, твоя фамилия, твоему желанию забыта. И после определенного количества лет добросовестной службы во французском иностранном легионе на пользу Франции, ты получаешь французский паспорт. Из показаний Василия Мелешко. Поступая на службу в иностранный легион, я не собирался возвращаться в Советский Союз, хотя определенных планов на будущее не имел. Но службы в легионе, порядки в иностранной армии с процветающим рукоприкладством заставили меня пересмотреть свои взгляды. Я полагал, что переход на сторону французских партизан в некоторой степени смягчит мою вину, если станет известно о службе в 118-м полицейском батальоне. Сам же я о своей службе у немцев не был намерен рассказывать. Василию Мелешко повезло. Он вернулся в Советский Союз в потоке репатриантов. Его даже восстановили в звании. А в декабре 45-го отправили в запас. Мелешко уехал в Казахстан, женился, устроился на работу. Никто и догадаться не мог, кто же на самом деле этот человек. Спустя несколько лет Мелешко решил перебраться на родину супруги, в Ростовскую область. Доехать до конечной точки ему не позволили. Впервые его арестовали в 1949 году. И, значит, его арестовали за коллаборационизм, когда тогда еще не было известно очень многие факты из его жизни. Просто имелось общее представление. Но, тем не менее, в этот период времени, с 47 по 50 год, смертная казнь была отменена. И он получил наивысшую меру наказания – 25 лет лишения свободы. При этом еще 6 лет он был понижен в правах после этих 25 лет. Он был отправлен в Воркуту, где работал на шахтах. И затем так получилось, что 17 сентября 1955 года был издан указ Верховного Совета Советского Союза об амнистии. И, фактически, как вы понимаете, в конце 1955 года он уже был выпущен. То есть, реально, он в первый раз просидел только 6 лет. Мелешко вернулся в Ростовскую область и снова попытался жить обычной жизнью. Хорошо работал, устроил семью, воспитывал двоих сыновей. Становится главным агрономом одного из цветущих колхозов, просветающего Ростовской области. Не слазит с доски почет. Жена знала, что он был полицаем. Вот что же жена знала, что он был полицаем. Рассказывал ли он про то, как он убивал чужих детей? Вот мы не знаем, рассказывал ли он жене, как он убивал чужих детей? Как он насиловал чужих жен? Как он убивал беспомощных стариков лично? Он не просто отдавал приказы, понимаете? Вот Мелешко – это тот тип садиста, мерзавца и подонка, который, даже когда он сам может непосредственно не принимать участие в экзекуции, он не может это пропустить. То есть, понимаете, он испытывал удовольствие от унижения и убийства человека. Так могло продолжаться еще много лет, если бы не та злополученная фотография в газете «Молот». Его в 1974 году снова арестованы. Снова он был арестован. И уже был арестован. За ним как бы следили, его контролировали. Значит, и его арестовали снова. Когда уже было доказано, что он был руководителем первого взвода, первой роты вот этого 118-го шуцманша от батальона, и уже участвовал в событиях, связанных с уничтожением Хатыни. Потом доказали целый ряд и других эпизодов, не только Хатыни. Я читал его показания, и надо сказать, что он всячески пытался себя выставить вот в таком виде, что он был, как бы служил, да, то есть он от этого не отказывался, но он выполнял приказы. И сам лично, он пытался всячески доказать, он не стрелял. Как он сам говорил, что у меня была, значит, самозарядная винтовка Токарева, но я сам не стрелял. Стреляли другие. Он приводил фамилии пулеметчика Лещенко и других. Судебный процесс проходил в Минске в закрытом режиме. Свидетелями были военнослужащие 118-го батальона, выжившие жители Хатыни и деревни Козыри. Дело многотомное, но дело в том, что вопрос вот сейчас заключается в том, что оно еще до сих пор до конца не раскрыто полностью, то есть какие-то тома есть. Я работал с документами, отдельными документами, документами допросов и так далее. Поэтому здесь тоже очень важный такой момент сказать, что потому что было много эпизодов. Хатыни – это только один из эпизодов. Были и другие эпизоды, которые были связаны с деятельностью самого Мелешки. И началось это еще ранее, с января 1943 года, с Логойского района, когда он начинал свою деятельность вот в качестве карателя. Так что это продолжалось и после Хатыни. Мелешка пытался врать и выкручиваться, обвинял во всех преступлениях сослуживцев. Впрочем, так делали все каратели, до которых добралось правосудие. Когда читаешь его допросы, он пытался всячески, как говорят, увиливать от своих реальных показаний, которые давали другие люди, которые были уже у следствия. Он всячески пытался сослаться на плохую память, на то, что он не помнил, куда их перебрасывали, то, что вот он ориентируется сейчас по карте, он плохо знает эти места и так далее. Показания привлекались очень подробно, да, и Васюра тоже пытался выкрутиться, тоже пытался показать, что он не имел, значит, отношения, вот, ну, или имел такое минимальное отношение к этой ситуации, хотя он всячески сваливал все на других, на переводчика, значит, на вот самого Мелешка, на Кернера, который руководил, немца, который руководил батальоном и так далее. Верховный трибунал краснознаменного белорусского военного округа приговорил Василий Мелешка к высшей мере наказания смертной казни. Палач белорусского народа подал ходатайство помилований, ему отказали. Мелешка расстреляли 22 декабря 1975 года. Я себе позволю цитату, цитату из показаний главного палача Хатыни, Васюры. Это была шайка бандитов, для которых главное грабить и пьянствовать. Возьмите комзвода Мелешка, кадровый советский офицер и настоящий садист, буквально бесился от запаха крови. Все они были мерзавцы из мерзавцев. Я их ненавидел. У Васюры и Мелешка много общего. Оба были офицерами Красной Армии, попали в плен и перешли на сторону гитлеровцев. Оба изощренно убивали мирных жителей. После войны каратели судили, но не за все злодеяния. И Васюра и Мелешка в тюрьме провели по несколько лет. Справедливое наказание настигло их значительно позже. Убийцы долго скрывали свои преступления, вели совершенно обычную жизнь, пока однажды в их дверь не постучали правоохранительные органы. Но были и те, кто так и не ответил за содеянное. Командир батальона Смовский сбежал в США. Командир первой роты Винницкий в Канаду. Там же обосновался еще один палач из 118 батальона – Владимир Катрюк. И хотя доказательств вины было достаточно, канадская сторона так его и не выдала. Катрюк дожил до 93 лет и умер в 2015.